Всем привет! С вами Марина и сегодня я хочу поделиться с вами рецептом. Рецептом очень-очень вкусных куриных котлет. Котлетки делаются из куриного фарша, получаются очень нежные, очень сочные. Нашей семье этот рецепт полюбился, мы уже не однажды готовим по этому рецепту котлеты. Сегодня мы приготовим ужин. Я постараюсь, чтобы это было правильное питание, чтобы ужин был низкокалорийный. Давайте покажу, какой состав у этих котлет. Привет! Скажу, что рецепт я нашла на просторах интернета уже так давненько, наверное, несколько месяцев. И вот мы стали так часто готовить по этому рецепту, что решила его не хранить, не таить, а поделиться с вами. Здесь у меня полкилограмма куриного фарша. Я решила сделать так, половину котлет пожарю на сковороде, половину котлет приготовлю в мультиварке на пару. Поэтому мультиварка, конечно, нам не даст красивую золотистую корочку. В котлетки я добавлю зеленый лук, который растет у меня на подоконнике. И вот такой вот оранжевый перчик. Дальше в мультиварке также я в чашу положу картошку, цветную капусту и морковку. Измельчу это на кубики, морковь и картофель. Мне очень нравится так готовить. Получается, на решетке готовится мясо, а внизу готовятся овощи. То есть и быстро, и экономично. Также для самого фарша нам понадобится батон, понадобится лук, также понадобится молоко. У меня здесь 180 мл. Я посмотрю, сколько уйдет и в процессе приготовления вам скажу, сколько молока потребуется. Также нам потребуется соль. У меня ровно полкилограмма фарша, поэтому будет 1 столовая ложка соли без горки. Также нам понадобится сковородка, мультиварка и блендер. Первое, что мы будем делать, я не буду вам показывать весь этот процесс. В чашу мультиварки мы кубиками нарежем батон, нарежем лук, добавим теплое молоко и 1 столовую ложку соли. Все это взобьем в такую пену, в такую кашу. За счет этого масса котлет будет объемная, котлеты будут сочные. Сейчас прервусь и покажу, что у меня получилось. Итак, лук, молоко и батон я взбила блендером. Получилась вот такая вот консистенция. Молока у меня ушло 180 мл. На полкилограмма куриного фарша. Также сюда я добавила соль. Брать нужно батон. С серым, белым хлебом вкус будет не тот. Вот именно батон дает такую сладость, мягкость и сочность котлетам. Также мне кажется, что если взбивать в блендере, то котлеты получаются более сочные. Потому что лук дает очень большое количество сока. Также здесь я порезала картофель, морковь и измельчила оранжевый перец свежеболгарский и зеленый лук. Сейчас я все это перемешаю и разделю это на две части. Половину котлет я пожарю, а половину вместе с овощами приготовлю в мультиварке. Конечный итог я вам, конечно же, покажу. Котлетки мои приготовились. Получилось 4 котлетки на пару в мультиварке. Посмотрите, как красиво они выглядят. Видно лучок, видно перчик. Очень ароматно они пахнут. Также я пожарила 5 котлеток на сковороде. Смотрите, какие они зажаристые. Тоже видно лучок, перчик. Одну маленькую котлетку я приготовила на пробу. Получилось очень вкусно, очень сочно. Перчик пропекся и котлетки очень-очень ароматно пахнут. Также приготовились мои овощи. Я их клала на дно чаши. То есть параллельно мы готовили котлеты и у нас приготовился гарнир. Вот такой вот картофель, морковь и цветная капуста. Она у нас в даче. Чуть-чуть я подсаливала овощи. Но я думаю, что правильное питание это совсем не испортит. Вот такой вот у меня для вас был рецепт. Рецепт котлет. Очень-очень вкусные котлеты получаются по такому рецепту. Если вы никогда не пробовали, то рекомендую вам приготовить. Уверена, что вам понравится. Котлеты сочные. Котлеты очень нежные, очень вкусные. Добавьте туда также лучок, перчик. Я думаю, что зимой это будет очень красочно. И можно также по моему рецепту приготовить овощи в чаши мультиварки. То есть у вас быстренько приготовятся котлеты и сразу же к ним гарнир. Если вам понравилось мое видео, то конечно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте дружить. До новых встреч. Всем пока-пока.